Здравствуйте! Я Марина Романенко, а вы на моем канале Романенко Be Happy. Добро пожаловать! Сегодня поговорим о малышах. И прежде чем вы начнете смотреть это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и, конечно же, нажмите на колокольчик, потому что тогда вы будете в числе первых, кто будет знать о том, что новое полезное видео вышло уже на этом канале. И обязательно комментируйте, пожалуйста. Мы с командой стараемся сделать все возможное, чтобы родительство было для вас в кайф. Добро пожаловать! Такой вопрос. Ребенок 5,5 лет. Проявляется агрессия к животным, которые пугливые, к тем, кто слабее и не может за себя постоять. В отношении взрослых, которые в силу причин не могут ответить ни о ни брата. Причем родители, наоборот, помогают приютам для животных. Очень любят и заботятся о слабых. Даже паучка не убивают, а выносят на улицу. Два года назад появился младший брат. Старший его любит, но из-под тяжка периодически пытается подставить подножку или сделать больно. Агрессия к более слабым появляется и до рождения брата лет с двух. Я понимаю, ему надо помочь, он не справляется с эмоциями. Вопрос не в эмоциях, а к психиатру и быстро. Потому что, когда у детей появляется агрессия. Я не знаю, конечно, что вы пишете под агрессию, потому что к психиатру и быстро, когда дети намеренно мучают животных. Это говорит о склонности к психопатии. И надо убедиться, что этого нет. У психопатов отсутствует эмпатия. Другими словами, они не могут сопереживать. Они не могут сочувствовать другим. Поэтому они очень спокойно относятся, причиняя боль. Они даже в какой-то мере получают от этого удовольствие. И там можем продлить этот список. Но важно убедиться, что этого нет. Понимаете? Вот это важно убедиться. Потому что, если еще до рождения младшего брата, что может провоцировать то, что тут ущипнул, подзатыльник дал, там подножку поставил. Не то чтобы хорошо, но как бы сплошь и рядом присутствует, если родители неравномерно уделяют внимание детям. И там все прям влюбленными глазами смотрят на младшего и шикают на старшего. Такое может появляться. Но если это было до, то это требует особой проверки. И здесь к психиатру. И не бойтесь, пожалуйста, вперед и быстро, что называется. И все, возможно, что-то делали жестокое в этом мире в детстве. Но я помню, что я, будучи маленькой, ловили мы майских жиков, привязывали, значит, нитку и запускали. Они летали, жили они в спичечной коробке недолго, понятное дело. Вот. Но одно дело, когда ты делаешь какую-то вот такую вещь, потом ты осознаешь. И никогда больше в жизни не делаешь ничего подобного. Понимаете? А другое дело, когда ты увеличиваешь коллекцию своих поступков жестокости по отношению к людям. Ну, к людям потом точно случится. К животным. К тем, кто не может тебе ответить. И няни брата должны были бы перехватить руки и не дать возможности себя обидеть. Это было бы правильно и неправильно, если они являются такими подушками для битья. Мне мало информации. Я могу судить только по тому, как описан вопрос. Ну, и выдергивать отсюда нюансы. Вот даже то, как написано, к тем, кто слабше и не может себя постоять, это всегда вымещение на ком-то. И здесь у нас есть история либо безнаказанности и родительского поощрения, так или иначе. Понятно, что там родители не обидят, они не будут поощрять, но, видимо, они не считаются с ребенком. И он нашел для себя слабую, ну, такую тропу, где он чувствует себя всесильным, где он может делать то, что хочет безнаказанно. Понимаете? Вот, поэтому здесь есть много моментов, которые для меня были бы важны позадавать вопросы, чтобы точнее уяснить. Но то, как пишется, я рекомендовала бы сходить к психиатру и быстро, просто не откладывая в долгий ящик, что относится к мучению животных. Очень много моментов, которые относятся к тому, что животных мучают. Ну, например, у нас дома появилось как-то два котенка, маленьких совершенно. Почему? Потому что одна из наших старших дочерей ехала в город, а мы живем за городом, и она увидела маленького котенка среди леса на дороге. Там не было домов поблизости, он не мог оказаться маленький на дороге. Но она очень спешила, поставила себе точку, запомнила, где она его видела. И на обратном пути только выпал снег, и поэтому она по следам остановилась, зашла в лес, и этот маленький котенок сидел рядом с другим котенком, у которого были проволокой скручены лапы. Вот это жестокое обращение. Жестокое обращение – выбросить котят, чтобы они умирали от голода и холода. И еще более жестоко – связать лапы. А есть люди, которые там, не знаю, препарируют живых. Часто это дети могут быть. Бьют, издеваются, ломают ребра, ногами избивают. Развейте свою фантазию. Если вот здесь пишется, что агрессия к животным, люди, видимо, что-то имеют в виду, когда писали этот вопрос. Здесь на YouTube и на других своих платформах, таких как TikTok, Instagram, Telegram канал, я делюсь большим количеством бесплатной полезной информации для вас. Всегда, пожалуйста, читайте описание к видео, потому что часто там бывают ссылки на очень интересную дополнительную информацию. Поэтому не пропускайте, пожалуйста. Лайкайте, комментируйте. А для того, чтобы это видео было полезно не только вам, но и еще многим другим людям. Ваш лайк помогает продвижению этого видео. Благодарю вас заранее. Надеюсь, что видео для вас полезно. А если вы хотите еще больше узнать информацией системной, очень структурированной, в том, как выстраивать правильные отношения со своими детьми, в том, как строить отношения с любимыми людьми, в том, как личностно расти для того, чтобы жизнь была в кайф во всех ее проявлениях. Переходите, пожалуйста, по ссылке в Be Happy Space, где вы увидите годовую подписку и огромное количество тренингов и курсов, которые я веду в течение года, в которые вы попадаете, и постепенно, шаг за шагом, вы сможете очень многие подтянуть моменты в вашей жизни, которые вам хотелось улучшить. А я буду вас сопровождать в течение этого года. До встречи в Be Happy Space!